Ветеринары просят вернуть в легальное использование китамин. Это мощный анальгетик, который давным-давно и часто использовался в ветеринарии. Сейчас в списке госнаркоконтроля значатся как запрещенный препарат к обороту. Но перед врачами стоит нелегкий выбор. Либо подходить по 228-ю статью, это незаконный оборот наркотиков, либо по 245-ю, это жестокое обращение с животными. И то, и другое чревато наказанием в виде уголовного преследования. Когда коллеги теперь уже заключенного Александра Шпака узнали, что врачу дали 8,5 лет строгого режима, поняли, следующим может оказаться каждый. Резать зверя по-живому как-то не по-человечески. Поэтому защищать не только животных, но теперь и человека решили на митинги. Нет провокации наркоконтроля! Нет провокации наркоконтроля! Доктор Шпак не имел лицензии, но использовал в своей практике китамин. Для частнопрактикующего врача получить разрешение на манипуляции с наркотическими препаратами практически невозможно. Всего лишь около 15% ветеринаров имеют право вводить эффективный китамин. Остальные используют залитин. Он в пять раз дороже и несколько слабее своего запрещенного аналога. Я, как и мои коллеги, пользуюсь китамином, поэтому теоретически в любой мой рабочий день ко мне могут прийти и пригласить меня по соседству к Александру, в соседнюю камеру. Нам, грубо говоря, всем сказали ай-яй-яй, но мы все покупали китамин и все кололи его животное. А когда это реальные сроки, многие мои коллеги задумываются, обезболивать животное с угрозой для своей безопасности или нет. На митинге ветврачи объявили, что объединяются и тут же анонсировали создание профсоюза. Есть уже устав, цели и задачи. В ближайшее время позовут за стол переговоров наркополицейских врачей и защитников животных. Минсельхоз и Минздрав определили, что препаратом для наркоза животных в ветеринарии является только китамин. Есть бумага о том, что только один пункт – китамин. И вместе с тем гонение именно на этот препарат устроила словая структура. А как быть ветврачам? То есть они оказались в такой вилке между двумя статьями Уголовного кодекса. Защитники уверены, Фемида может изменить наказание с заключения на условный срок, а также разрешить доктору Шпаку практиковать. Решением суда ему установили запрет на работу ветеринарии на целых 10 лет. Суд вышестоящий, он более квалифицированный. Он вправе вот те ошибки, которые допускает суд первой инстанции, исправлять. И он подправит вот ошибочное решение суда первой инстанции, Выборгского суда, приговора от 1 марта текущего года. И проблема разрешится, и, собственно говоря, вот эта напряженность спадет. Светлана Тихомиров совсем недавно лишилась своего питомца. Ее пекинес скончался во время операции. Два дня назад взяла из приюта еще одного. Я просто бы хотела, чтобы эти люди, которые допустили, чтобы не было наркоза у животных, чтобы они испытали, чтобы им сделали операции без наркоза. Я бы посмотрела, как они бы себя вели, и как бы они себя чувствовали после этого. Это просто жестокость. Если эффективно купировать боль, нет возможности. Купировать возникшие напряжения в обществе ветврачи не собираются тоже. И грозят объявить забастовку всероссийского масштаба. Сергей Семенов, Кирилл Легоньков и Кирилл Краснов. Новости 24. Петербург. Семенов, Кирилл Краснов. Новости 24. Петербург.